Ладно, а если откинуть все эти приколы, оторвать именно саму подножку будет тяжело. Перед вами две модели. Я что-то не понял. А что с подвеской-то? Что, блять, будешь делать теперь? Раз, два, три, поехали! Перед вами защитный панцирь Fox Airframe Pro Jackets. Толь, какой панцирь? Ты ничего не перепутал опять? Блин. Экип-то мы отсняли уже. Ссылочки, если что, на него по описанию. Стоп, подожди, а сегодня что мы снимаем? Толь, ну пикбайки у нас сегодня. Че-то сегодня у меня с головой вообще проблемы. Тогда погнали снимать питы. Привет, дорогие друзья! Привет! Сегодня на обзоре у нас питбайки Apollo, RXF, Freeride, 125 и другие. Уля! Толь, заканчивай днем заниматься. Ладно, если откинуть все эти приколы, у нас на обзоре офигенные французы Apollo, RXF, все идут. Это модельный ряд 2019 года. На данном питбайке установлен двигатель UX-125. Питает его карбюратор Mold PZ-26. Здесь установлен фильтр-бокс. Что касаемо этой всей стороны правой, да, по питбайку. Видим защиту заднего контура тормозного. То есть, реально, хорошая железочка вам не снесет полностью сам гидроцилиндр. Давайте сразу обратим внимание, раз уж мы здесь. Хорошее крепление у подножки, реально. То есть, оторвать именно саму подножку будет тяжело. Обычная лапка кикстартера, лапка тормоза идет сверху. Это очень хорошо. Не будет забиваться грязь и все остальное снизу, когда едете. Также, друзья, у Apollo, у любой из моделей RXF, есть очень хорошая защита двигателя. Она реально стальная, где-то 2 мм шириной и защищает от серьезных ударов. Как картер, так и низ. И крепится, причем, к нижнему подрамнику. То есть, реально, очень хорошая защита. Передняя подвеска на данном питбайке фирмы Volt. 830 мм перья, кованый алюминий траверсы. Также счетчик моточасов с правой стороны уже вмонтирован в саму раму. Видите, то есть, прикреплен он на нее выпадет. Что касаемо руля. Он здесь 28 на 22 переменного сечения. Фэтбар руль. Грипсы тоже вольтовские. Ну, достаточно приятные, не знаю по ощущениям. Ручки обычные, не не ломайки. Что одна, что вторая. Но достаточно приятные. Единственное, что у Apollo мне, так скажем, не нравится, это сцепление достаточно жесткое. То есть, детям выжать его очень трудно. Здесь еще более-менее оно мягкое. Что касаемо также передка, пока мы здесь. Пары у них нет. У них только щиток под номер. По пластику он весь, в принципе, мягкий. Ну, не знаю насчет как ломучий, но мягкий-мягкий. То есть, реально посмотреть, все выгинается, все мнется. Собственно, дальше продолжаем, да, с этой стороны. Перейдем, давайте, сразу к задней подвеске, к маятнику. Маятник здесь идет стальной, усиленный, достаточно крепкий. И как смотрится, да, так и катается на нем достаточно прекрасно, то есть, отрабатывает. Подвеска задняя вольтовская, также уже с регулировкой, если присмотреться на сжатие. Ну, то есть, мягче, жестче делать саму подвеску. Здесь идет, если не ошибаюсь, 350 миллиметров вход подвески. По колесам. Колеса здесь стоят 19-16, 16-19, точнее. Стальные обода. Так вот, колеса 16-19. Магнит в руке, магнит на колесе. Че это говорит нам правильно? Сталь. Сзади стоит однопоршневой суппорт и 190-й диск. Также стоит защита диска, чтобы не летела грязь. Штока самой передней части, да, здесь стоит уже 220-й, 220-миллиметровый диск тормозной, двухпоршневой суппорт и также защита диска от грязи. Это уже дань, скажем так, эндуро по катушкам. Рама здесь стоит стальная, трубчатая, усиленная. Также стоят защиты пластик, да, чтобы вы своими ботами не царапали саму раму, потому что, знаете, проще пластик поменять, чем перекрашивать раму, когда она там вся будет в потертостях, в порезах. Что касаемо защиты цепи, сверху стоит защита цепи, да, ну, скажем так, просто грязевая от всяких какашек и прочего. Снизу идет уже сама ловушка цепи, достаточно, причем хорошая. Она пластик с алюминием или со сталью, нет, это стальные все-таки. Ну, я думаю, со своими именно, со своим назначением она справится здесь. Ну, а теперь к самым главным для обывателя и для вас, да, моментам, это высота по седлу, потому что очень многие пишут в личку, блин, а мне подойдет питбайк с моим ростом, там, 150-170. У меня рост 178 сантиметров, здесь высота по седлу 910 миллиметров, 91 сантиметр. И мне, скажу так, да, то есть я со своим ростом достаю, ну, не на носочках, но не полной ногой, при том, что я две ноги ставлю. В целом этот питбайк реально хорош для людей от хотя бы 175-180 сантиметров. При этом всем сижу комфортно, то есть если придвинуться, да, ноги обхватывают спокойно пластик-бак, и я сижу достаточно комфортно. Вес у данного питбайка сухой, да, то есть без бензина, 78 килограмм в собранном состоянии, то есть как сейчас он есть, что его делает достаточно легким в управлении. И справиться может с ним любой. Пока не забыл, по ходам подвески и, соответственно, вилки, да, если зажать тормоз, то вилка реально очень хорошо срабатывает. Что касаемо задней подвески, аморта, тоже, ну, то есть отрегулировать еще по жесткости, но при этом всем, как видите, очень даже хорошо работает. Ну, а теперь, что касаемо мелочей тех, которые есть на каждом питбайке, особо заострять внимание на них нет смысла. Но надо поговорить о них и сказать. Защита трубы, тепловой экран стоит. Конечно, так как-то он странно повернут, потому что нога больше здесь идет, да, то есть я бы на их месте чуть-чуть бы развернул. Лапка кикстартера. Самая обычная, но, скажу так, она со своими задачами справляется, поэтому не заостряем внимание. Что касаемо заднего брызговика, он снизу не прикреплен к маятнику, да, к каким-то креплениям, но он достаточно жесткий, так что, я думаю, грязь будет оставаться именно на нем, никуда не улетая особо. Теперь давайте посмотрим с другой части питбайка. Лапка КПП. Самая обычная, стандартная. Ну, как бы на первое время сойдет, я думаю, если уж сломается, тогда можно заменить. Тут также видно, как защита, да, присоединена к двигателю, к нижней части рамы. Защита очень хорошая, повторюсь. Что касаемо самого маятника, да, если переходим уже в заднюю часть. Опять-таки, защита цепи, ловушка, скажем так, точнее не ловушка, а защита, ловушка цепи здесь. Слайдер цепи чуть снизу, он под задней подножкой, то есть его видно. На мой взгляд, плохо, что он без конуса, без вот этого. По-хорошему было бы, чтобы он был чуть-чуть, именно сам ролик утоплен. Но и так сойдет. Цепь 428-я, не усиленная, но при этом всем реально хорошая. То есть покатается, ну, я думаю, если не прям тапок в пол, то где-то около 20-30 моточасов она выдержит. Ну, соответственно, конечно, она чуть подрастянется, ее надо будет подтянуть, но это происходит везде и у всех. Цветовая гамма у линейки Apollo Freeride RXF зеленый, бело-желто-синий, как хасочка, оранжевый с белым, ну и, соответственно, просто синий с белым. Они есть на моделях как 125-ки, 140-ки, 150-ки и 190-ки моторы, то есть расцветка у всех одинаковая. Но данный питбайк не один у нас на обзоре. Встречайте, Apollo RXF Freeride 140. Данный питбайк отличается от своего младшего собрата только двигателем и головой двигателя. Все остальное у них одинаковое. Подвеска, рама, пластик, тормоза, все то же самое. Единственное различие это мотор. Здесь стоит 140-й, FMG, 156-й FMG и голова 140-я UX. На том был 153-й FMI и 124-я голова, ну, 125 кубиков. Все остальное идентично. Те же самые амортизаторы, перед-зад, тот же самый фильтр-бокс, те же самые колеса, тормозные диски, все то же самое. А теперь давайте поговорим о двух моделях со 150-кубовыми двигателями. Перед вами две модели. Одна на колесах 19-16, другая на колесах 17-14. И давайте как раз с нее поподробнее. Что касаемо данного питбайка, все то же самое, что на 125-й модели, на 140-й. За исключением. Есть уже кнопочка включения-выключения-зажигания. Без нее не завестись. Ну, типа ключа, как бы. Что касаемо колес. Тут представлено 17-14 перед-зад. Двигатель уже идет измененный с масляным фильтром. Это все тот же самый 156-й FMG, но в версии 5-й. Карбюратор. Здесь тот же самый молк стоит. ПЗ-26. То есть, с этой стороны мы видим, да, на двигателе уже стоит масляный фильтр. Также есть окошечко для масла, да, смотровое окно. И, собственно, щуп. Ну, это из таких мелочей именно уже на данной модели двигателя. Все остальное, как вы видите, то же самое. Тот же самый фильтр-бокс. Та же самая 350-я задняя подвеска, 830-я передняя подвеска. В принципе, по комплектации все то же самое, как и на других моделях. То есть, тот же самый 28-й, 28-22 переменный руль, фэтбар. Те же самые переключатели, точнее, переключатели о лапке, сцеплении тормоза. А, кстати говоря, не сказал, да, на 125-ке, на 140-ке у них у всех стоят короткоходные ручки газа. Кому-то это нравится, кому-то нет. Ну, тут уж выбирайте сами. Кстати, можете написать в комментариях вообще, как вам. Какие вы выбираете, короткоходные, не короткоходные и почему. Аргументированно. Ну, на модели с колесами 19-16 все то же самое, что на предыдущей модели, да, с 17-14 колесами. Тот же самый, та же самая кнопка включения-выключения зажигания на левой стороне, около рулевой колонки, да. Тот же самый двигатель, та же самая 150-ка. То есть, по сути, различия только в колесах. Опять-таки, это сделано для того, чтобы в этом классе, да, на колесах 19-16 было побольше, скажем так, разницы. То есть, можно было взять на больших колесах, можно было на маленьких. Ну, и на удивление, слушай, а тут вообще прям подвеска офигенная. Прям, я что-то даже не понял. Почему здесь она такая? Она получше? Нет, стоп! Я что-то не понял. А что с подвеской-то? Те же самые регулировки, все то же самое, а подвеска работает лучше. В чем прикол? Я что-то сейчас реально не вкурил. Давайте посмотрим. Я так думаю, что здесь она разжата полностью в мягкое положение, в самое, скажем так, лайтовое, поэтому и ходы у нее такие высокие. Но при этом всем реально пит ощущается в таком состоянии, знаете, как на прогрессии. Вот когда у тебя многорычажка стоит задняя, и реально такое ощущение, что вот прогрессия работает. Самое главное, что производители Apollo хотели сделать именно в этом классе двигателей разницу в колесах. И посадки райдера. То есть на 17-14 я стою спокойно двумя ногами на земле. При этом всем я сижу уверенно достаточно при моем росте 178 сантиметров. На колесах 19-16 все немного хуже. То есть я хоть и стою, но уже не полными ногами, то есть упираюсь не до конца. Но при этом всем я себя достаточно хорошо ощущаю и могу контролировать полностью питбайк. А теперь давайте поговорим о самой топовой и жирной комплектации из линейки этих питбайков. Встречайте, Apollo RXF Freeride 190. У данного питбайка уже установлен двигатель Zonction 190 объем кубов. Карбюратор у него уже идет молкт ПЗ-28. Также вы видите сразу идет воздушно-масляное охлаждение самого двигателя, что в предыдущих комплектациях не стояло. То есть это самое топовое. Колеса точно такие же 19-16. По подвеске, по тормозам, по всему остальному одинаковые питбайки разнятся только двигателем. Что касаемо двигателя, кстати говоря, здесь также присутствует электростартер, что нет у предыдущих моделей. Ну а теперь давайте поговорим в принципе о концепции, которую хотел продвинуть этим модельным рядом Apollo. Сделать питбайки на больших колесах, для того, чтобы было удобно кататься по лесу, по полям. И он выглядит уже не как маленький питбайк, а больше на полноразмерный. Увеличенная колесная база способствует тому, что питбайк хорошо едет по грунту. Что касаемо в принципе всей компоновки, питбайк реально подрос в размерах. Это уже на этих колесах становится не питбайк, но и не полноценный эндуро. Также забыл сказать, что у всего модельного ряда, даже у 125 модели, топливный бак на 6,5 литров. Вы просто вдумайтесь, 6,5 литров. Это можно кататься неделю. Ну или хороший день. Ну давайте теперь поговорим о таких мелочах, которые в принципе видны глазу и засряются на их внимание. А с другой стороны и пофиг, ездит и так ладно. Что касаемо лапки переключения передач у 190, я понимаю, что она алюминиевая, но камон, это что? И как вот она приварена? Можешь снять ли отсюда? Вот как она приварена? Объясните мне, что это за зазоры? Ну вот просто взято, припаяно как-то вот. Наверное, даже обломается. Провода, ну окей, там как бы одни идут в оплетке, другие поверх просто сделаны. Такое себе, то есть мелочи-мелочи, то есть много контактов незакрытых, ну на тепляп, как бы на бесплатно, точнее не на бесплатно, она очень бюджетно сделана. Хотя казалось бы, пит стоит за 100 тысяч, хотелось бы уже от него получше всего. С этой стороны, ну более-менее все, да, там обычная лапка кикстартера, обычная тормозная лапка, сами подножки откидывающиеся, нормальные, да, стальные, крепкие, вроде бы. На них, кстати, не было никогда особо претензий. По задней части, ну плюс-минус, все то же самое нормальное. Как я говорил уже, брызговик, ну мне не нравится. Кусок пластмассы жесткая, ну что это там? Даже у Вэлсов пределом брызговичок хоть и мягче, но он везде прихвачен и спокойно работает. Что касаемо лапок, то есть даже вот у 190-го вот эта непонятная лапка о переключении передач, а на всех остальных, вон, нормальная, обычная, стальная, складная. То есть, ну, странно очень. Как-то на побюджетней моделях сделали хорошие лапки, а здесь что-то как-то вот такое себе. Кстати, мне интересно ваше мнение, да, как вы относитесь категорично, либо нет, к мелким косячкам, недочетам, недоделам, там где-то проводочек висит, там что-то не то поставили. Мне реально очень интересно почитать ваши комментарии. Пишите по всему модельному ряду, что вам нравится, что не нравится. Я все комментарии читаю, на все отвечаю. И, может быть, мы вместе сможем сказать Аполликам, что им сделать на следующий год и как поменять модели. А теперь давайте поподробнее о ценах. Аполло 125 стоит 83 990 рублей, Аполло 140 стоит 90 900 рублей, Аполло 150 на колесах 17 14 стоит 98 900 рублей, а на колесах 19 16 уже 101 900. И Аполло на 190 моторе стоит 114 900 рублей. Ну и, конечно же, куда без тест-драйва? Для тест-драйва мы выбрали самый оптимальный, на мой взгляд, питбайк из этой всей линейки. Это 140-й мотор. 17, какой 17? 19, 16 колеса. Поэтому давайте выкатывать его и увидимся с вами на трассе. Слушай, ну где ты, п***, бал-то, Аванти 150-ку? И чё, п***, будешь делать теперь? Ладно, у нас на тесте есть 140-й Аполлик фрирайд. Погнали потестишь? Если кто не в курсе, мы сейчас находимся на домашней трассе Питбайк Лэнда. Она расположена за торговым центром Формула Х. И сегодня на обзоре у нас Аполлик на тест-драйве. Слушай, да хватит твоего лабы сать, ты ещё его в глушак поцелуй. Заводи давай, поехали. Заводи давай, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, давайте подведём итоги. Наша доска крутости из неё. Ну, вдруг вы не знаете, да, в предыдущем ролике, когда было сравнение Авантисов, 150-ка Авантис победил с хорошим счётом по времени. Ну и, собственно, видите его характеристики. Что касаемо нашего Аполла, который сейчас был на тест-драйве. По динамике 8, управляемость 6, так как, ну, такую ремарочку внесу, да, по управляемости на этих больших колёсах, на этой маленькой трассе, подготовленной для Питбайков с колёсами 12-10, 14-12, ему тесновато. По комфорту тоже шестёрочка, но время при этом всём 30 секунд, 47 доли секунд. Это на 140-ом моторе, на секундочку. То есть реально едет быстрее. Что хотелось бы сказать, подытожить вообще весь обзор наш, да, Питбайк реально хороший, колёса большие, ну, скажем так, не для этого маленького трека. Всё-таки в лесу ему будет поприятнее, это всё-таки его стихия. А так, в целом, хороший Пит за свои деньги. Также не забывайте, что у нас есть в Москве два магазина, это TC Formula X и торговый центр Dexter, 79-й километр и 27-й километр МКАД, соответственно. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш Инстаграм, ссылочки в описании. С вами был Питбайк Лэнд, я Иванов Анатолий, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok